господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного события дня номер 345 эпиграф не дружить с миром считайте сколько удивления в этих словах прелюбодеи прелюбодеи еще ничего не доказал уже всех обозвал никого не судите вот слова то не судите надо понимать надо он умеет по поступкам то как поступает а все по-мирски делает люди бога не знают и выходит что церкви пока не учили люди это кем говорит делали то прелюбодеями прелюбодеицами дружили с миром запивалась россия этого не было не знаете рассказы посчитайте которые тогда паломник другие писали везде в разных рассказах и у лескова и у чехова и везде в какие колонны шли тоже свой гулаг был не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога дружба с миром никого не пугает но еще в мир мы же мирные мисты 1 еще когда говорить вот видите ненависть к миру себя возвышают написано не имейте общения в грехах в мире мы находимся на трамвае ездим на автобусе и так кто хочет быть другом миру становится врагом богу и так то есть заказал и дальше спрашивать не надо но видишь идет на танцы все время там смотрят разные глупости играет в игры компьютер это уже беснование сплошное более страшно изобрести нельзя взрослые одни игры пришли мне то-то там где-то это ум поврежденный это за 21 ноября 2016 года вот об этом же что сказал якоб апостол его так не залюбил мартин лютер что нет послание выбросил 1 иоанна не любите мира не того что в мире почему кто любит мир там нет любви вообще-то первая заповедь по боку и любишь мир не совместимо служение богу и маму я сейчас только о деньгах и думаю найдите такого служителя который не для денег бы это дело не на работу выходила поистине он знал что так надо я не могу без этого я этим спасаю помогаю спасать если бы вы были от мира то мир любил бы свое почему раз не на это как вы не от мира но я избралась от от мира потому ненавидит вас мир их отношение к нам понятно ненавидит определенно если вы этого не испытали что вас мир ненавидит как и игнатий брещенинов говорит начни сначала ничего еще и нету а у меня большая пенсия а чего она у тебя большая это если ты для бога служил вот у меня маленькая пенсия пенсия бомжа 35 лет трудового стажа я просто поясняю не ропщу почему власть меня гнобила не давали нигде работать и по специальности никак мир ненавидит ни слова не говорил ничего как говорит аура это не хорошее может слова но они это чувствовали я передал им слово твое и мир возненавидел их потому что они не от мира как я не от мира не просто не приемлют а ненавидят ребятишек маленьких преследует которые истинно верующие и сусики там обзывают ну и вот дальше ролик можете посмотреть я православный почему ушедшие из православия и посмотрели бы этот ролик нажми контур вот здесь внизу самые левая нижняя клавиши держи и одновременно курсорно ставить на указанное то и сразу откроется ну еще тут два ролика выставлены путь благовестника и наша вера православия один служитель московской патриархии сказал семинарии духовной академии мне дали очень много я научился так врать что сам в это верю на днях смотрю олег стеняев говорит о крещении все и вдруг было время когда там по случае были когда песком крестили ну хоть бы один раз показал где крестили то что монах нашел так епископ дионисий послал крестить в иордане вот песок бы им надо вот песку они бы привезли сама свала воду не будут почему-то не богу служат а воды боятся как огня а воды боятся кто укушенной бешеной собакой у них фобия воды вот я разбирал и понял они воды как огня боятся попы в абсолютном большинстве 90 с лишним процентов уж сегодня там на советскую власть пеняли да и уже забыли дети новое поколение не знают про советскую власть ничего и все равно не крестят и что интересно все крестят полное погружение кроме католиков православных там исторические которые церкви вот в этом тоже что то есть то есть страх потеряли в один день изменить можно это торговлю никак не могут убрать ну чё же не убрать то выкинули и все десятину введите кирилл скрынник и елена это лучший день за весь этот год это на вчерашнем дне говорит какая радость сегодня у меня на душе три наших брата поехали она скинула и говорит нам материал написала что угля нету и свет отрежут что-то не платят но ничего больше мы не знали еще там бы больше по после узнали ну сказала что я скажу когда денег то нету на этом не остановился я скинул материалы денег нету я не могу помочь но утром уже была команда на машине поехали игорь добунов володя пащенко наш никита колесников и дальше это все в ролике выставлено уже ролики стоят посмотрите где там кирилл скрынник это елена там ставят мать его даже не потому что кто-то хочет нам помочь они свои грехи перед богом замаливает помогая таким детям видите как они свои грехи перед богом замаливает а мы о грехах даже и не думали об этом ну кто-то действительно так думает как-то я никогда не думал что я подам и грехи замаливаю этим совсем нет просто человек нуждается и все я как-то был в редакции здесь и сказал вот у меня был мэр города там встреча с губернатором как а мне говорят вот я говорю смотрите сколько не добра сделали здесь добра так как они делают еще наворовали везде все теперь через вас старается старство небесное получить я подумала здорово это что мэр хочет получить царство замечательно а за то что я поборола гордость свою поборола все-таки и попросила прощения что против что-то говорила за то что она говорила на лагерь действительно меня это тронуло дети были в лагере это не 2 не 3 5 ребятишек бесплатно бесплатно тем более жена там и старалась им что-то девчушкам шить было поехали и все не понравилось в конце там все-таки это недостатки а теперь обратно повернул назад за то что наговорила на лагерь ну это хорошо сегодня ангелы радуется за еще одну душу не запрещайте моим детям приезжать потеряем вот мы зазомбировали их выходит и тем более вот она приходит я а я все время говорю тебе там помогали где московская патриархи то ну не не отрекайся от них то ходи туда там хорошие люди лежала больница с мало с маленьким ребенком они тут за детьми ухаживали но было же это было а они сейчас узнав что она с нами знается отторгает ее а я это обратно толкаю ну где кто так делает то маленький наклон в чью-то сторону уже все ни один бопис ни один адебетист и ягодист не выпустит а я ее все время толкают толкаю обратно туда не потому что она не нужна или что-то ну раз там было хорошо тебе и чтобы не огорчаться мы есть мы не всегда нас мало а там людей больше ты нуждается в помощи она это подтвердит у нас записи это из первой встречи ради христа не запрещайте моим детям приезжать потеряевку не просто приезжать а быть в лагере пить есть играть слышать слово божие но сейчас нет лагеря у нас по-другому будет теперь в домах ради христа с любовью во христе елена я буду стараться сделать все для единственного в мире истинного православного лагеря да защитит бог от врагов нападающих на святое святых и аминь ну что такое святое святых святая святым это в алтаре место такое где жертва бескровное приносится святая святых но она что имеет виду это не знаю на нападающих самое святое святых это уверен что человек уверовал где рождается рожденная заново душа рождения свыше это святое святых конечно дальше игнатий тихонович пожалуйста опубликуйте мое послание в событиях дня вот это сегодня у нас события дня я и публикую это для бога видите как никакой тайны она не держит открыто и слава богу дальше солом это я пишу ибо беззакония мои превысили голову мою как тяжелое бремя тяготели на мне это я к себе обращаю любой найдет здесь утешение вот я сегодня мы считали на молитве 103 псалом давид говорит воды восходят на горы исходят долины какое открытие сделал то что на горах из горы вода течет и дальше обитает звери ели аистов зайцам убежища про зайцев пишет ну какой это псалом то а его читают почему а вот это и есть простота открытость луна для освещения ночью выходят звери рыкают а добычи просят не просто рыкают всякая скотина она просит мы просто не понимаем просит у бога пищи себе выходит человек на работу до вечера на ночную работу в библии нигде бог не посылает а то сейчас придумали 2 3 смена одна смена была днем бывает ночи в нее бродят звери но и так понятно мощи звери а он это все пишет какое на открытие то давид сделал то но когда мы это читаем я по-новому на все смотрю потому что благодатные слова это настоящий поэт поэт номер один для всех народов и во все века давид и у него самый коронный стих покаянный пятидесятый самое популярное стихотворение в мире 3600 лет 50-й псалом запомните это смердят гноятся раны мои от безумия моего другой раз что-то вспомнишь про себя прошлое голова закутится ой 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 ну как могу еще курбан байрамом спасусь а на баране приедут а за меня умер христос он взял мои грехи я согбен согнулся и совсем по них весь день сетую хожу вот не смеялся сетую ходить они так что рот до ушей ибо чресла мои полны воспалениями чресла мои полны воспалениями догадайся о чем он говорит какому врачу идти гинекологу и нет целого места в плоти моей то одно заболе то за другое я из не мог и сокрушен чрезмерно крещу от терзания сердца моего вот он бог и слугам своим не доверяет и в ангелах своих усматривает недостатки святые ангелы моли бога нас а бог усматривает и в них недостатки тем более в обитающих в хроминах избрения из пленовения которых основание прах который истребляется скорее моли это наша характеристика человека это звучит гордо горький говорил вот она гордо прах китайский ученый я считал говорит что человека ты чего говорит состоит открыт средняя между мочой и калом вот и все и весь ответ ну прах и сая 46 все мы сделали как нечистый и вся праведность наша как запачканная одежда и все мы поблекли как лист и беззаконие наши как ветер уносит нас как запачканная одежда и один говорит там выступает и говорит наша праведность как подвязка нечистой женщины вот и вся прокладка тебе сейчас должны привезти вам уголь то есть ходили узнали вчера и в этот же день сразу стали которые возят уголь говорит из-за холода что-то там не отпускает мы убедили надо привезти и привезли так машина будет володя побежал чтобы рассчитаться с ним шапером 2600 кажется тонна стоит вот шафе которые шахтеры добывает кузбассе послушайте какая цена 1 тонна вы когда добываете сколько там копеек получаете за тонну 2600 этот шофер уже не раз нам привозил уголь отворяйте ворота и все приготовьте быстро быстро куда вывалить его пусть подождет володю не мерзните вот это я маленько тут буковку пропустил береги и настеньку это там у нее сосунок и этих крохотулек это две девочки там маша и соня двойняшки если так случилось что вы попали в такую страшную кабалу от тех кто нажег столько то нужно что-то сделать чтобы эту сумму не высчитывали с вас 72 тысячи или 76 тысяч даже кто-то квартиранты жили кто-то там я до конца не знаю нажгли это не ее и она ничего не может сделать грозят отрезать электричество но отрежут даже нужды нету безжалостно вот этой электрике то но почему щубавец там кто-то заведовал сейчас будто бы не он проезд насчисляют и дальше и дальше но видят с пятью ребятишками одна женщина зима 40 градусов почти мороза отрежем но отрежут и все время пени начисляют дальше то все кабала ну бери запрягаю ребятишек и в израиле пошли на них землю от нас я и поясняю от нас не будет ни рубля мы как шторм выброшены на берег спасена только душа да голое тело то есть от нас еще могу дать у меня еще и нету мне видится это так нужно вам с кем-то пройти по инстанциям где соцзащита в администрацию края в электросеть умно написать заявление и все там описать нигде не солгав ни строчки ни буковки сейчас уже буду говорить я ее научаю чему-то не тому ну почему это никто не говорит то она знает ее знают другие там церкви она была патриархии почему никто то дальше то не не продляет то то есть она то не просто один раз помог и все это не так то есть каждый каждый день еще она сама понимает это то есть если где бы она ни была на всем будет обуза это ни день ни два кормить а шесть человек и как на это смотреть надо пока не платить за чужие грехи своих хватает и как только отрежут провода или как это отрежут там или что-то так сразу же заранее подготовить керосиновую лампу или свечей несколько снять с детьми всеми в полутьме все это ребятишки сидят при свечах приложив все ваши запросы на помощь что вас обманули недруйки или ходи и уж тогда подать все высшие инстанции даже и до медведя дмитрия анатольевича и крепко то молиться чтобы господь вывел вас из этой долговой ямы устроенной кем то вам всем не платить пока не рубля платить только за то что сами нажгли и поскорее заплатить сполна и экономить электричество мне нищему даже 300 рублей заплатить и то в тягость 300 рублей что нажгло а где их возьмут а тут 76 тысяч елена отвечает у меня больной ребенок я найду деньги пойду вагоны разгружать ночью но дети не замерзнут они не виноваты в моих грехах не хотите не делайте ролик ролик чтобы просьба была помочь ну как не хотите то я вот все осталось от какая-то система что-то изменила я ко всем обращаюсь вот автозапись когда делается и уже записалось нормально звук видео все видно а когда на интернет ставлю там звука нету я думал что это моя техника не работает нет говорят оказывается недавно это ввели а у меня сколько таких записей то как их перевести в какой-то формат надо или что делать то нужно вчера поставил и сразу двадцать семь человек пришло и только один написал звука нет а я и не знал сунулся так посмотрел на рабочем столе автозапись записали с еленой там нормально все поставил нету я второй ролик ставлю и второго ничего нету и тогда уже стал там обращаться к знающим куда отвозят володя побежал сплешкой в администрацию наших ресурсов мы поставили но дети не замерзут они не виноваты в моих грехах хорошие слова говорит не хотите не делайте ролик медведеву плевать им выгодно забирать детей из семьи о эпиграфом ко всему можно поставить но я не говорю что медведеву плевать не знаю я к нему не обращался я пишу ну вот она не как будто опять раздражилась она меня как бы но ты вот с такой арабой побудь как ты будешь говорить я лег до утра не пошевелился а ей приходится спать или нет я не беру за стену каким путем появились дети где мерзнут и все врач даже раненого фашиста обязан был перевязать и не дать ему умереть разницы нет врач а мы врачи друг другу я пишу я только что переговорил с юристом членом нашей общины позвоните ему я его предупредил и все расскажите нужно точно показать какие киловатты не вы нажгли когда и сколько позвоните ему сразу по телефону его имя в крещении как у нас все она мне отвечает уже поздно я подписала вида написала рассрочку гор электросеть это мафия у них нет законов я плачу по 6000 месяц у меня же есть настина пенсия то есть ребенок младенщик грудничок она будет теперь им отдавать на их мили триллионы уже не миллиарды это говорить без содрогания нельзя от ребенка который дается на сохранение его она будет давать то же самое государство там которым отдали все всем этим иудеям в израиле в израиле то буду давать пенсию ее пенсию перегнать туда что нормально не накажет у нас бог за это а я так верила она так верила что вы выставите ролик на интернет ну и выставил теперь я его выставил она еще не знает это а его ну без звука пришлось видите бегать володя в мороз такой пришел тут покуржила борода бежать то это не рядом по городу с флешкой и туда унес это и поставили все таки а люди найдутся всегда для кого-то это десятая часть ежемесячной зарплаты тот кто помог построить пристройку отдал пол зарплаты за месяц это 80 тысяч и его не убыло в среднем начальник александр гросс получает 20 тысяч в месяц видимо здесь 200 200 тысяч 200 почему бы и не помочь бедному аминь я не могу его карман залезть я обращался сколько раз детском и лагере из богатых никто не помог из этих другие которые менее такие наши помогают я отвечаю когда я получил два домика эти наползула вот я сейчас нахожусь выиграв суде законфискованного меня при аресте то оказалось что тут большая задолженность за электричество и за телефон вот за этот самый телефон вот это же номер двадцать четыре тридцать восемь сорок шесть стационар и что не говорил все абсолютно зря плате и не разговаривай тогда я пошел сам электросеть тогда там был кажется локтеонов очень хороший начальник у него как-то маленькая глаз что ли болел было мы с ними встречались никогда до этого а тут он меня увидел в приемной о кто ко мне пришел пригласил но и разговорились о чем пришли то суда я ему рассказал он тут же вызвал секретаря взял мои бумажку и все как сгорело все больше еще с меня не могут они это делать также картина была с телефоном там тоже оказался хороший начальник все списали это было были не мои долги но этот дом то получил я выиграл процесс когда судился за конфискованное у меня был реабилитирован подал в суд чтобы мне раз реабилитируем надо вернуть я незаконно был посажен с восемьдесят седьмого еще года ну а еще отдадут нечего нету тогда я подал в суд и 11 лет шел суд 11 лет отменяли и наконец утвердили суд был выигран они даже были мне 12 кажется или 11 миллиардов даже сказать нельзя а то теме недоминированных деньгами или как правильно назвать то ну угора сделали виновной городскую администрацию не кгб а у них не еще мне предложил рассчитать недвижимостью от 13 соток центре города и два домика в одном и молимся храм а здесь вот мы живем и у меня есть опыт что везде у бога есть добрые люди вот мой опыт и не нужно сдаваться никогда перед такими обстоятельствами я советую вам созвониться по указанному телефону получить совет не за деньги даром к юристу и потом уже начинать хождение по мукам и и конечно же нужно усердно молиться иисусу христу и всякое может стать а они просто спишут это я хотел сделать вам хорошо чтобы не на чужие киловатты расплачиваться это очень хороший известный юрист когда я вернулся из потеряевки осенью то у меня со стандартного телефона сняли больше тысячи якобы за какую-то услугу я им позвонил а там зар тачились ни в какую не возвращают похищенные у меня деньги я говорю ну какую мне услугу то вы делали а вы звонили может быть и звонил и что какого числа я веду дневник вот у меня дневник дневник я гну больше пятидесяти лет таких у меня сам переплел видите книжечка такая вот в конце видно пополам тетрадь перегнутая видите какая вот она пожар была у нас горела дальше посмотрел какого числа и что я спрашивал как еще услуги то в чем но бывает старые люди звонят нам и чтобы утешили их мы с ними разговариваем это платная я говорю я просил у вас утешение на на моих ресурсах утешается сколько людей то я любого могу утешать вы меня бы утешали как это может быть этого не было но она не знает а варентина какая-то но я говорю вы будете платить или не буду то что мы будем платить уже взяли не отдается назад ну и что я позвонил значит написал в краевую прокуратуры в краевое увд вернули очень быстро до копейки и ту шарашкину контору ликвидировали отняли у них что там какой документ дается когда открывает то я потом юриста спросил это ли них ущерба это очень большой вряд ли теперь откроют также было и с билайном билайном я тут ошибочку бедно сделал тут все говорили мне что бесполезно они не вернут похищенные чуть не 2000 рублей я езжу по европе у меня деньги снимаются с телефона какую-то услугу где-то я участвую в разгадке каких-то ну то есть они любят деньги запусти туда открою ну ладно так а для меня это очень и очень большая сумма я опять туда же пошел в воде в краевое и они тут же в тот же день мне вернули я до дома не доехал и даже чуть больше требуя 50 рублей сверху наложили вот тебе и билай наш бог живой и слышит живую молитву и мне ответы были от органов чтобы я сообщил вернули ли они мои грошики и в органах власти есть прекрасные люди они слышат повеление божие вернуть деньги и помогают а у вас такая компания в дому с ней может достучаться до самых непробиваемых представьте свечи темнота мороз и она сидит 6 ребятишек одна женщина без мужа я не знаю это может дороги перекрывать уже будут люди как бунт шахтеров то мой совет нужно бы обратиться куда-то вот и позвонить в юристу ничего же не потеряете а польза может быть большая она мне тут же отвечает вы помазанник божий вам сам христос помогает а я грешница недостойно этих детей елена я такой же грешник или больше не достоин называться никакими именами но бог дал мне помазание дал звание христианина назвал все что нужно в библии написано боюсь сказать избранник мы много званых мало избранных православные прям в бешенство приходят если сказал избранник 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 и везде это критикуют то есть грешный супер греши это православный пьяный валяется аборты делает отдельно там ну все остальное это уже православный а если ты омыт кровью христа и бог называет святым это не наше вроде бы пишет меня один из-за океана я отстаю от новостей наши ролики не смотрел много работы и не всегда в skype выхожу другого не ожидал дорогой игнатий тихонович это болезни что я вполне оболел и внезапно выздоровел случилась духовная атака в семье дочь решила прыгать с парашютом сказала жене обе знали и мне не сообщили я узнал только потом не получили ни благословения получается но и элемент предательства выходные провел в разъяснении духовной опасности такого поведения тяжело с супругой а ведь была девчонка бегала рядом смеялась рада была что за мужа зашла я отвечаю как жену звать то как она к нам относится и согласна ли чтобы молиться вместе что могу сделать это за океаном уж не говорю в какой стране ничего а он отвечает николаеву николай написать относится она к вере хорошо пока ей приятно бунтует время от времени перечит время от находит мое прегрешение словно как-то не так сказал или что-то не так сделал и указывает на это мол вот твоя вера это хорошо конечно но я человек просто и получается я как бы рушу в ней верующие мелкими прегрешениями мелкие слова или где-то что-то забыл мелочь какая-то но это ранит ее гордыню она обижается она обижается на сотрудников на работе нераскаянность на лицо я не знаю как переломить это церковь она не хочет ходить там мол папы вот состояние какое а что вы публикуете но это мое письмо мне я имею право что-то мне секреты какие-то я же не на исповеди это польза большая а если бы она была как мусульманка рот нельзя раскрыть как златоуз говорит вышла замуж превратись в камень вот этого бы не было даже не так муж а ты помолилась учить жене не позволяя не властвовать над мужем отсюда все нераскаянность полувера подверженность бесам слабое место в семье удар мне в спину хотя я сам еле-еле кое-как держусь все чем я занят это наведение порядка в семье как можем благовествовать навожу порядок через жизнь по заповедям чтобы дети и жена видели медленно но результат есть она не мне интересно еще те те годы там 60-е брат у меня в армии служил и у него там сотоварищ был и дружил так говорят с девушкой то ну вот в то время как то немного были были этих в брюках то в штанах но она купила там брюки он сказал что больше не было она видимо надела вот уже их изрубил гортель изрезал и все на лапшу вместе помолиться моя мечта но я не знаю как она отреагирует мы с ней вместе молимся только перед обедом внутри поклона на больше пока не хватает нас и после обеда с детьми конечно вот вот вы тогда поймете что вот сегодня я смотрю здесь выходит у меня надежда васильевна три поклона на на крыльце брат никита спрашивает а что это по старообрядческий я засмеялся даже молиться по старообрядческий смешно дети идут в школу три поклона перед образами родителям благословите и со школы пришли тоже могут три поклона положить а потом стали молиться я и говорю смотрите у нас калитка когда вы ходите из ограды в город сегодняшнего дня надо бы всем делать три поклона вот пожалуйста плоды жена сделала там она и не знает это а мы сразу изничтожено и зачем полезно да инатий тихоныч я думаю я знаю что мне делать я сам стараюсь жить по заповедям и прошу всех домашних обречить обречать дело сдвинулось с мертвой точки слово мое начали слушать и дети первую очередь так как мне нечего предъявить а дальше как господь управит я пишу 1 тимофея 2 12 а учить жене не позволяю не властвовать над мужем но были в безболвии вот если бы жены выполнили вот этот стих который павел дал тимофею чтобы он другим сказал все разводов практически не было бы миллионы людей сегодня страдает от неисполнения вот этого поручения повеления совета учить жене не позволяю только начала учить что-то павел стоит рядом играть не позволяю не властвовать над мужем не делать их подкаблучниками но быть в безмолвии безмолвии да я безмолвии ни слова за каждое слово будешь наказано жена горит желает чему научиться в церкви была пусть спрашивает дома у мужа дома даже не в дороге даже с мужем со своим в дороге понятно как не разговаривай мы это вообще даже не требуем николай после того как господь даровал раскаяния я увидел свою жизнь и все что вокруг сплошные руины сейчас у нас даже стены есть это год назад было так а учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть безмолвии безмолвии вот видишь как он мои мои эти слова ци этой павловы цитирует сейчас я покажу как оформляется она не учит пока блущий сестра нет до христа в семье царил мой деспотизм а счастье справедливый но если в семье бог не есть глава то деспотизм становится неправильным и своевольным сейчас же мы согласились что господь бог есть глава во всем у нас и супруга правит господню волю рядом с господином мужем обоим глава иисус христос и житие оценивается его заповедями вот обоим глава это конечно но написано жене глава муж а мужу глава христос христу глава бог и здесь все сложнее получается любые бунты бунты против господа я становлюсь виноватым ее глазах хотя говорю не свое а то что господь повелел и тут диалог идет с господом не то чтобы даже со мною а господь правит последний год тому свидетельство наш брак стал вспомоществованием во взаимной христианской жизни это ежедневный труд для нас думаю мы смогли вынести урок из последнего испытания но по-прежнему без демон ищет слабое звено и и бьет в него женщина получается часто становится слабым звеном вспоминаем жену лота деспотизма нет но думаю получилось объяснить что спасение это личный труд и делая ответственность каждого каждый сам за себя даст отчет до нормальных христиан нам еще далеко игнатий тихонович мы никто но надежду не оставляем вот это все говорит о нерождении свыше рожденный свыше человек он чувствует тонкие повеления тихое веяние ветра здесь муж долбит и рассказывает рассказ на кладбище один идет выходной пойду попроведаю родственников смотрит один молится дайте еще такой молодой было тебе жить даже жить было да как ты умер он поставил что брат умер да нет это первый муж моей жены если бы она он не умер она бы у него не была и он теперь страдает и мучается я иногда беру то что к нам пишут бывает в моем мире или в ю тубе даже не сегодня раньше было непосредственно какое-то слово монокеша для многих современных верующих слова игнатия лапкина шок как так ведь мы столько книжек про старщиков и монастыри прочитали и нас отогреет а тут такие заявления но многие верующие даже и те кто по 10-15 лет регулярно ходят храм свое христианство рассматривает как хобби сути видеть и знать не хотят заняты внешней стороной духовной жизни это я говорю не огульно а от опыта приходской и монастырской жизни более 15 лет вот как к сожалению я заявляю в россии нет монашества как института не считая отдельных редких лиц как исключение из правил ренессанс монастырей фикция тем чем должны быть монастыри они не являются и не могут являться по ряду объективных причин и даже как сельхоз и трудовые артели эти сообщества не эффективны если бы священно начали гипотетически одобрила выход из-под монашеских обетов в мир без наложения канонических прещений это или переход священно-монашество в белое духовенство то уверяю процентов 70 сегодня же покинула монастыри а все потому как писал святитель игнатий бричанинов печальная комедия и душепагубное актерство атома нашество актеры 1275 монастырей в россии в россии было а игнатий бричина в эти два или четыре ездят теплится духовная жизнь ну понятно что не туда заехали тут еще один пишет ответ критикам если вы считаете библию но судя по вашим высказываниям вы ее и в руках не держали и все ваше богопознание что скажет батюшка библия говорит вы соль земли если же соль потеряет силу а это он берет из этой ну и далее всем сделаешь соленая она уже ни к чему не года как разве выбросить его на попрание людям вы свет миру не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегся еще не ставить ее под сосудом слава иисусу христу и тогда светит ваш свет перед людьми чтобы не видеть ваши добрые дела ну а тут где написано тут теперь видно где матфея 5 глава 13 стиха что-то я потерял где вот теперь мы увидим опять его курсивом поставлю опять получше здесь ну-ка иди сюда ой матфея и нигде в библии нет слова о монастырях и человек сам выбирает жить ему по слову божьему или по традициям и прежде чем судить брата сделать и хотя бы 10 процентов из того что он делает это он то что меня судят они он имеет право говорить об этом потому что эту кухню знает изнутри и для непосвященного тоже известно непосвященным даже известно какие мерзости происходят в монастырях эти как люди даже не знаешь откуда кто еще скажет вот теперь я покажу вот это мой мир сейчас обновлю его я все из ютуба сюда переношу сегодня что собрание вот сегодняшнее за 20 ноября перенес сюда скорая помогла советам события это уже три четыре вот выходит что все уже здесь пять перекат это не ссылка ими перекачивание есть удобно переписывается заходите тут почта есть все написано вот почты к истине 2 вот она где выход ну а теперь посмотрим что у нас есть форум форум хороший 1600 с лишним тем разных подробно искать можно и считать можно и без регистрации но и наш видеоканал очень богатый видеоканал 5800 с лишним только наших роликов вчера поставил нет сегодня после два часа назад 60 просмотров за два часа вот елена тут скрынник 90 за два часа ну еще получается по полтора человека за минуту вот так дойдет до 200 дальше приглушится вот какие заходите но и богатый ресурс это сайт там форум это сайт православный сайт во свете библейский сайт во свете библии тут очень много всего и ответы и книги наши все здесь и аудио вот так вот так все как будто бы на сегодня какое вчера вчера события которые местного характера были то что нужно было этой женщине угля привезти туда-сюда я тут пытался ролики поставить не получалось двигали ну день прошел вернулись игр на своей машине съездил помог все как положено уже ролики выставили видно как там беседует и кто может помочь но почему бы не помочь то мы должны помогать всем наипаче своим по вере она верующая верующая готовится к крещению очень хочет получить крещение именно в потеряевке у нас запрещено к себе звать я всех прошу найдите где-нибудь одну общину церковь там какой где бы запрещено было к себе звать вообще неслыханное правило всегда спрашивает а почему игру чтобы людей не разочаровать он придет хотя у нас далеко не так как там где не торгуют храме одеты все по форме пропуска нету все постятся но человек может быть увидеть что мы карикатура на христиан зачем же вы его звали сюда и поэтому если у него случится разочароваться мы говорим а мы боялись вас приглашать поэтому вы сами к нам просились все на этом богу нашему славу